Диего Мартин Давайте посмотрим это сообщение в переводе. Итак, русский перевод. Последнее предупреждение Александру Кэсли. Как правомощный владелец Квестра World, я запрещаю использовать название Квестра World для личных целей. Немедленно удалите название Квестра Квестра World из ваших видео, текстов и логотипов в группах. Квестра мертва и не будет никаких преемников новой компании. Вы не знаете основателей, вы никогда с ними не встречались. Все это только ваше измышление, чтобы привлечь внимание Квестра и зарабатывать на ютубе. Если вы проигнорируете это предупреждение, я подам в суд за нанесение ущерба репутации Антонина Рабала, когда вы заявили, что он украл 6,4 миллиарда долларов. Диего Мартин. Это сообщение можно было бы посчитать фейком, потому что за последние два года было множество разных фейков в компании Квестра. Но Диего Мартин подтвердил свое сообщение и записал видеообращение. Ссылку на видеообращение в русском переводе вы можете найти под данным видео. Кстати, к угрозам Диего Мартина Кэсли отнесся вполне серьезно и убрал слово Квестра из названий своих чатов и групп. Теперь эти чаты называются Rudimental24. Но, правда, насколько я вижу, забыл убрать название Квестра из описания. Итак, Диего Мартин вполне официально заявил, что никакого возврата Квестра уже не будет, а все эти сказки от Александра Кэсли – это вранье и чушь собачья. Но тогда возникают вопросы к самому Диего Мартину. Он сам себя называет правомощным владельцем Квестра World, а, как мы помним, именно Квестра World пропагандировала великую инвестиционную компанию Агам, которая в итоге прекратила выплаты в 2017 году и кинула 630 тысяч инвесторов по всему миру. Господина Диего Мартина здесь ничего не смущает? То есть он обвиняет Александра Кэсли во лжи, обвиняет в том, что Кэсли зарабатывает на Ютубе, но при этом почему-то его совершенно не смущает тот факт, что от деятельности компании Квестра World, владельцем которой он вроде как является, пострадало 630 тысяч инвесторов по всему миру. При этом Диего Мартин угрожает подать в суд на Кэсли за то, что он где-то там сказал, что Рабало украл 6,4 миллиарда долларов, и это очень сильно вредит репутации Рабало. Но при этом все прекрасно знают, что Рабало был президентом так называемой инвестиционной компании Atlantic Global Asset Management, которая в итоге кинула 630 тысяч инвесторов по всему миру, если вы помните одно из последних видео, что одна только итальянская команда, итальянские инвесторы вложили в проект порядка 300 миллионов евро на минуточку, это треть миллиарда, да? Так вот, в масштабах всего мира, скорее всего, речь действительно идет о миллиардах. И получается, что Диего Мартина очень сильно заботит репутация Рабала, что про него там кто-то что-то плохое сказал, но при этом его нисколько не заботит репутация тех самых сотен тысяч пострадавших инвесторов, которые пострадали от деятельности Рабала и от деятельности самого Диего Мартина. Мы помним, что год назад Диего Мартин создал свой отдельный чат, в котором было 16 тысяч человек, говорил о том, что к августу 2018 года квестер будет восстановлен, а он будет генеральным директором, и говорил, что вы моя семья, и я юрист, и я готов сражаться за мою семью, вы меня еще не знаете, я готов сражаться как лев. И что же мы видим в 2019 году? Диего Мартин открытым текстом объявляет, что никакого возврата не будет, а это значит, что квестер действительно скам, и как мы знаем, это скам уже с 2017 года. При этом его нисколько не заботит судьба обманутых инвесторов, его семья, как он называл инвесторов год назад, а его очень сильно беспокоит репутация мошенника Рабала, который был вообще-то президентом этой самой лоховозки, которая кинула сотни тысяч инвесторов. И на протяжении двух лет регулярно встречаются такие комментарии, а вот компания не делала официального объявления, что это скам. А раз официального объявления не было, то значит и не скам. Ну, господа, вот вам правомочный владелец компании открытым текстом говорит, что квестер больше не вернется. Да, слово скам в его сообщении не прозвучало, ни в текстовом сообщении, ни в видео обращении. Но, как вы можете назвать ситуацию, когда выплаты прекратились в 2017 году, и сейчас вам правомочный владелец компании открытым текстом говорит, что компания больше не вернется, ее нет. Если это не скам, то что? У вас, господа, получается примерно так. Так, это что, труп? Нет, это не труп, это тело, не имеющее признаков жизни. Ну, то есть труп. Нет, его нельзя называть трупом. Вот если он сам встанет и скажет, что он труп, тогда да. А он этого не говорил, значит это не труп, а тело, не имеющее признаков жизни. Может быть, хватит корчить из себя идиотов? Ну, в общем, похоже, что квестра Барбара продолжается. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны. С вами был Игорь Негода.